Рулевой. Максим Кадаков. Рулевой. Рулевой. У нас было в самые лучшие жирные годы без копеек 3 миллиона. Это прям вообще. И именно на этот объем, когда мы его достигли на стыке 13-14 года, когда все перло, именно на этот объем крупнейшие производители, которые к нам приходили, они строили свои производства. У нас общая емкость легковых автозаводов потенциально примерно 3,5 миллиона автомобилей в год. А мы достигли этого, даже почти достигли 3 миллионов один раз. А в последние годы мы болтались на уровне 1,6 миллиона, 1,7, 1,8. Вот я сразу стесняюсь спросить, исходя из теоретических вот этих раскладов, нам дефицит автомобилей вообще никогда грозить не должен в жизни? Что происходит? Ну, нет, дефицит нам грозит пока, потому что дефицит это не значит, что машины вообще нет в продаже, значит, что вы не можете купить то, что вы хотите по тем деньгам, по которым вы хотите. Но, опять же, мы немножко философствуем, если к статистике обратиться, вновь вернуться, откуда такой объем? Ведь я в ноябре прошлого года давал свои цифры, мой самый оптимистичный прогноз на этот год был 1,250,000 автомобилей при самых лучших раскладах. И мы видим, что мы сейчас идем даже выше этого оптимума, который я предполагал. Почему? Потому что три месяца люди покупали машины, немножко панические были покупки, раз, в апреле, как ни странно, это продолжилось, потому что все понимают, что дешевле не будет, будет дороже, люди пытаются купить. Плюс деньги появились у людей, не у всех, не везде, и не в том объеме, в котором нужно, но они появились. Это выплаты по участникам СВО, в том числе, это большие ассигнования на развитие оборонного комплекса, и эти деньги, в конце концов, отливаются в том числе и в зарплаты. Не только в оборудование, в производство, но и в зарплаты. Это не значит, что люди в пять раз больше стали получать, но если человек получал условно, условно, 50 тысяч, а на некоторых производствах сейчас перескочили они с 50 на 80 тысяч, это для человека большая разница. Это не значит, что он может купить новый автомобиль с нуля, но ему проще поменять старый автомобиль на новый, вот отсюда складываются продажи. В принципе, это все неплохо, но показательным будут не вот эти четыре месяца, хотя они тоже показательные, а следующие четыре месяца. Традиционно слабый май и традиционный провал в середине года. Лето – это всегда верхушка года, это всегда провал, яма, седло такое, провал в продажах. Посмотрим. Но пока, да, пока действительно все неплохо. Ну и хорошо. Гораздо было бы хуже, если бы сейчас вообще ничего не продавалось, мы бы обсуждали, вот опять все упало. Хорошо, дай бог, чтобы так и было. Я рад, что есть люди, которые могут позволить себе автомобиль. Тут ведь интересно еще и другое. Если мы посмотрим на расклад, на первом-то месте, ну понятно, «Лады» и на первом месте «Гранта» 59 тысяч автомобилей продано, это много. На втором месте «Веста», на третьем-то «Хавал Джолион». 22 тысячи почти машин продано за это время, это за четыре месяца, это тоже рекорд. А это понятно, что он производство... Не зря завод строили. Производство местного, да, вы прям вот опережаете меня, но машина-то все-таки не дешевая. Ну она не супердорогая, но она дороже, чем «Лады». А почему сейчас можно его взять? Миллиона три, наверное, да? Не-не-не, он начинается где-то с реальных деньгах, миллион восемьсот, миллион девятьсот, ну и за 50-го передний привод, полный привод. Я имею в виду, что там, где «Лады» заканчиваются по цене, ну примерно, да, там он начинается. То есть это не дешевка, это машина, которая стоит денег. И он на третьем месте. На четвертом месте «Обенива» 17,5 тысяч в месте суммарной продажи. И на пятом месте «Джили Манджаро», который остается в топ-5 уже, даже, извини, помню, сколько уже месяцев к ряду. 16 тысяч семьсот, то есть «Джили Манджаро» продано столько же за это время, сколько вместе «Обенива». А машинка эта сколько стоит по рынку? От трех с половиной до пяти миллионов, зависит от того, какая версия и кто продает, да, ну продавали, потому что много, львиная доля их была продана вот этими физиками, неофициальными продажами. И еще раз получается, что, значит, первые места – это машины до миллиона двести, до миллиона восемьсот, наверное, так, да, вот это первые места, да. Потом, собственно, два с чем-то, и потом «Нива», «Нива» за миллион, ну как, «Тревел» за полтора уже продают, и дорогой «Манджаро». То есть смысл в том, что у людей есть возможность сейчас, ну это факт, это статистика, да, мы можем по-разному к ней относиться, но это факт. У людей есть возможность купить, слава богу. Хорошо. Да, но, опять же, много вопросов при этом всем все равно приходят, а что же еще покупать, все-таки не доверяют китайским брендам, хотят японцев, на японцев только уже старых можно. Есть основания, тому есть основания, вот у меня тоже в Телеграм-канале кто-то из подписчиков сегодня разместил фотографии аварии из двух кроссоверов-внедорожников китайских, морда в хлам, не раскрылась ни одной подушке безопасности. Возникает вопрос. Да, почему, а что, ну я деталей не знаю, может они там раскрылись, может не видно, может не раскрылись, это отдельная история. Действительно, рынок жестко поделен, на лавы то хейтят, да, любить или ненавидеть. Кто-то говорит, на китайцах можно ездить, кто-то говорит, нет, никогда, я лучше переплачу. И, кстати говоря, в марте, в марте, если мы отдельно, просто я просто помню, 15% всех везенных автомобилей везено как раз альтернативными каналами, неофициальными. А там и китайские машины, китайского производства, Toyota, Nissan, и всякие Hyundai, которых тоже много было везено из Кореи, и плюс немцы и прочие там американцы чуть-чуть. Я к тому, что по-прежнему остается немалое количество людей, которые все-таки говорят, нет, вот мы пока остаемся с европейцами, лучше бэушный европеец, проблема в том, что бэушных хороших все меньше и меньше становится. Ну, опять же, это же содержать еще как-то надо, мне вот ребята, которые вагом владеют, любым, просто плачутся, просто плачутся, сколько все это стало стоить. Да, да, у меня сейчас лопнули обе передние пружины на Volkswagen, и я вот тоже думаю, сколько это будет стоить, интересно, надо еще посмотреть состояние опорных подшипников и так далее. Как раз про дорогие машины, тут вопрос один есть, Hammer H3 человек хочет купить, есть смысл или нет? Ой, слушайте, я коротко совсем, хорошая и крепкая машина, у нее одна беда, владельцы. Ну, это же тахо, по сути. Это, ну, как бы не совсем тахо, вот, дело не в этом, дело в том, что машина крепкая, рамная, мощная там и так далее, но владельцы либо бесконечно тюнили эти машины, либо убивали, убить там можно все. Редуктор очень просто убивается, когда народ начинает бездумно буксовать на заблоченном редукторе, ну и так далее. Поэтому, если вы берете, если вы хотите эту машину, надо смотреть, надо понимать, кто ездил, и надо проверять состояние ключевых агрегатов. И ни в коем случае не брать какие-то тюнины, там, не знаю, перейдутые машины, это уже хлам. — Да, совершенно точно. — Вот тоже нам второй, наверное, вопросик, еще и дальше пойдем по темам. Значит, спрашивает, высказывает сначала, что китайцам не доверяет, просто семью свою не хочет доверять, но нужен семейный автомобиль, хочет брать X-Trail 32-й кузов, честно говоря, это, наверное, какой-то предыдущий. — Ну, это свеже относительно машины, а что, хорошая машина, и в чем вопрос-то, я что-то не вижу, где это написано, вопрос сам в чем. — Вопрос, значит, вопрос в общем. — Брать или нет? — Нет, вопрос, во-первых, дорого ли содержать, да, имеет ли смысл брать? — Ну, содержать на самом деле недорого, любой X-Trail, у него практически нет идеальных сочетаний, как и у Qashqai, моторов и коробок, и трансмиссии, либо мотор получше, трансмиссии не очень, либо, вот. — Я бы, наверное, все-таки брал либо мощную машину, либо, 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 либо дизель с механикой, но их очень мало. Ну и кто захочет с механикой ездить, тоже так, знаете. — Опять же, дизель, как мы помним, экономит далеко не всем. — Экономит до тех пор, пока экономит, пока не выливаются какие-то проблемы. Вот, поэтому, если, ну, скорее всего, вы берете какой-нибудь там стандарт, условно, с вариатором, надо проводить диагностику и смотреть состояние вариатора. И лучше, конечно, понимать, как человек ездил, потому что вариатор может прожить 200 тысяч километров, и вы на нем проездите, и там потом какой-то ремонт, там, да, гидроблока или там чего-нибудь еще, комплексный некий, который стоит денег, между прочим, это не за 5 копеек, и за 100 тысяч вы не отремонтируете, все дороже будет стоить. А если плохо человек ездил, если он насиловал его и так далее, ну, это, может быть, и проблемы к 80-90 тысячам могут возникнуть. Поэтому разбросы очень широкие, а машины хорошие, мне нравится «Экстрайл». — И тоже еще вопрос, какова доля проданных авто с коробкой автомата? Я думаю, что больше половины уже, мне кажется, народ распробовал. — Ну, во-первых, наверное, не коробка автомата, в принципе, автоматизированные трансмиссии туда, все туда, и роботы, и вариаторы. Ну, смотрите, «Лады» мы отбрасываем, «Лад» была продана треть примерно, да, сразу отбрасываем, из оставшихся почти все, мало какие китайцы, да, у нас есть с механикой. Ну, это мизер, мизер. Я вот езжу сейчас на китайцы с механикой, но это исключение. А так считать, что вот на процентов, наверное, 60 от общего объема продаж, так или иначе автоматизированные трансмиссии. — Ну, хорошо, возвращаемся тогда к нашим, собственно, основным темам, потому что, опять же, к слову, к продажам, что покупать, как покупать. СДЭК взялся доставлять автомобили из-за границы, да, вот тут сразу тоже множество вопросов. А как вообще все это должно происходить, вообще, насколько это безопасно, потому что что ты покупаешь, как ты покупаешь, как оно к тебе вообще прийти должно, как оформлять все это? — Сразу я рад тому, что появляются новые возможности электронной, ну, это не совсем, наверное, электронной торговли, но близко к тому, да, некая удаленная, удаленный заказ автомобиля, так скажем. — И чем больше вот такой в разного рода электронной коммерции, если мы так назовем, по отношению к автомобилям в автомобильной области, тем лучше, друзья, это хорошо. Чем больше будет продажений, тем лучше нам, покупателям. Это не маркетплейс, потому что все маркетплейсы, которые начали продавать автомобили, ну, вы знаете, и там, и Озона, и Мегамаркет, Вайлберис, все это сотрудничество с нашими дилерами, которые здесь уже имеют автомобили, и они сами их выставляют на площадке, на маркетплейсе, на продаже. Здесь немножко другая история. Я посмотрел на сайт вот этого СДЭКа, как-то он там, СДЭК-Авто и так далее, у него там около 200 машин числятся, но это и с ценами, но это некий предварительный выбор, то есть это вот примерно вот эта машина может столько стоить, только при заключении договора с ними, при обсуждении машины, которую вы хотите заказать, у вас появится понимание, а сколько же точно эта машина будет стоить с учетом стоимости самой машины, растаможки и так далее, доставки и стоимости услуг, которые оказывает СДЭК. Это не СДЭК бежит в Европу или чаще всего в Китай, и там для вас подбирает автомобиль, если я правильно это понимаю, и привозит сюда, он находит продавцов. Вы хотите, я не знаю что, Ниссан Тииду, один из самых дешевых автомобилей, который я нашел в этом списке, 2 миллиона почти 900 тысяч рублей, или вы хотите Королу, и с этой самой дешевой, которая числилась на вчера, там 2,5 миллиона рублей, 2,550, что-то такое. Мы знаем, кто ее продает вот где-то, условно где-то, допустим, в Китае, мы найдем, кто нам ее продаст, мы найдем доставщика, кто ее привезет, их услуги будут стоить столько-столько, наше посредничество столько, и вот в сумме на выходе, не знаю, при доставке в Казань или куда-то, в Москву или еще куда-то, машина будет стоить столько-то. И как я это вижу, как я понимаю, как это будет работать. Хорошо или нет? Ну, такая мощная компания, как СДЭК, это хорошо. Люди побаиваются иметь дело с продавцами-частниками, потому что, ну, частник сегодня есть, завтра нет, черт его знает, что-то, да? А тут компания, которая не убежит завтра, и это вселяет уверенность. Потом какая-нибудь растамошка еще прилетит, еще что-нибудь такое. Это они, насколько я понимаю, они готовы вот это все взять, как бы все эти раз хлопоты, хлопоты на себя за ваш счет, а при этом получается, конечно, дороже. То есть вот это успокоение нервов, что ты приходишь в солидную компанию, которая тобой занимается, это не Вася, который то есть, то его нет, какая-то ответственность, и тогда деньги не пропадут. А мы же понимаем, что это работа под заказ, утром деньги, вечером автомобиль. Вот это все стоит денег. Я посмотрел, мне показалось, что, не показалось, а так и есть, все машины дороже, чем их можно купить, вот как какими-то другими путями, условно говоря, у физиков, да? По-разному дороже, какая-то машина на 200 тысяч, какая-то там на 400 тысяч, в зависимости, опять же, от цены машины. Но суть в том, что СДЭК, если я правильно понял, выступает все-таки посредником. То есть не он берет ваши деньги и бежит в условный Китай, там расплачивается, притаскивает машину к вам, он выстраивает цепочку, вот эту всю цепочку для вас. В чем еще минус? В том, что я знаю, как работают некоторые приличные физики или маленькие компании, которые занимаются доставкой, вы с ними можете быть на связи 2-4 часа в сутки. Ну, вот прям, знаете, есть нервные покупатели, ну, ты отдал деньги, конечно, там 3-4 миллиона, конечно, ты на иголках. На деревню, в дедушке. Да, 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 два месяца сидишь на иголках. И я знаю физиков, которые готовы чуть ли не круглые сутки быть с вами на связи, да? И всегда это более гибкая история. Когда ты приходишь в большую компанию, ну, я не думаю, что вот прям вас будут вот прям два месяца, они обещают срок доставки стандартный от 45 до 60 дней, что они будут с вами бегать и прямо носиться. Вот, поэтому итог какой вывод? Хорошо, это здорово. Я надеюсь, что будут появляться какие-то новые варианты, помимо этого, помимо Marketplace, еще какие-то новые варианты электронной покупки автомобилей. Это позволит нам все дальше и дальше уходить в некую свободную зону. Люди хотят вырваться от дилерской зависимости, и это неплохо. Но вопросов много. А гарантия? А если что-то не так? А если что-то не так, кто там, кто будет крайне? А машина какая-нибудь вроде бы пришла новая, но выясняется, что не очень новая. А там царапка, кто за нее ответственный, да? Ты уже подписал авторёк. Или восстановлена, или уронили по дороге. Вот, вопросов много. Посмотрим, как это будет работать, но в любом случае я считаю, что это позитив. Ну, хорошо. Из Канады, Арик спрашивает, давайте ответим. Скажите, пожалуйста, почему Линкольн не прижился в России? Арик, хороший вопрос. А какие американские бренды из выпускающих в первую очередь вот такие тяжёлые большие машины у нас по большому счёту прижились? То есть у нас всегда это была некая такая отдельная каста людей, которая любила большие Кадиллаки, Линкольн-Навигатор. А, Линкольн-Навигатор, да. Причём, а Эскалейд, если мы берём Эскалейд, это машина, которая в течение многих последних лет была основным носителем денег российскому General Motors, просто если мы говорим о продажах импортных автомобилей, ну или собранных здесь на Автоторе, например, Эскалейд был супер маржинальным, просто супер маржинальным, и продавая тысячу автомобилей в год здесь, иногда больше, чуть меньше, до двух тысяч, продавая тысячу автомобилей Эскалейдов здесь, российский джем обеспечил просто содержание всего офиса и вообще всего на свете. То есть это супер. Линкольн, ну да, большие машины легковые, ну, мне кажется, Линкольн с ними очень сильно промахнулся. Сначала они были очень старыми, старой школы, а потом они стали какими-то специфическими, ни то, ни сё. Ни американец, ни японец, ни то, ни сё. Ну, со своим лицом надо отдать должное. Да, да, ну, тем не менее. То есть их узнаёшь. Узнаёшь. Ну, вот более-менее прижился только навигатор. Ну, и линейка-то у Линкольна, полтора автомобиля, поэтому... Ну, опять же, если сравнить Эскалейдов тысячу в лучшие годы, а взять какие-нибудь, я не знаю, Курзаки, там сразу настолько другие цифры. Да, и тоже маржинальность. И тоже огромная маржинальность. Ну, да, тут опять же споришь, что мы говорили, что очень много стало автоматов. Механика говорит, удобнее, автомобиль управляет. Дмитрий из Волгоградской области парирует. Додж прижился, пишет он. Их много ездит, даже по Волгограду. Ну, что такое много? И каких доджей? Ну, ездит, конечно, да. До Гранд-каравана, до каравана. Собственно, это единственные доджи, которые я, в общем, видел массово. Ну, не только. Почему? У нас есть доджи. Додж-рам. Ещё, но нет, тоже немного. Да, потом всякие, не знаю, двухдверные автомобили бывают иногда, быстрые. Ну, да, ездит, ездит. Караван, кстати, хорошая машина, да. А Гранд-караван какая, прям маршрутка практически. Да, длиннобазный. Но, опять же, не найдёшь запчастей. Никаких, никаких. Слушайте, а что вы сейчас можете найти запчасти? Сейчас любую. На ебанзах. Любую. Там тоже не всё шоколадно. Любой сейчас бренд бери, и проблема выше крыши. Так, мы пока не ушли на перерыв. У нас есть полторы минутки. Давайте не будем открывать новые темы какие-то. Я попытаюсь на пару вопросов ответить. Дмитрий спрашивает. Денис Валентинович Мантеров ранее заявлял, что на инаугурации президента будет представлен обновлённый ауру. Что вам известно об этой машине? Да, он будет обновлён. Я коротко совсем, потому что не хочу опережать события. Надо посмотреть, будет трансляция, вы увидите. Ну, во-первых, та машина, на которую поедет вновь избранный президент. Понятно, что она длинная, она бронированная, она оснащена всеми системами безопасности и жизнеобеспечения и так далее. И связи я не буду распространяться, это отдельная тема. Но если мы говорим про машину, я быстро, то в принципе про ауру, то у неё обновлённая внешность, у неё слегка переделанный интерьер. И что самое интересное, у неё новый софт, который переписан нашими специалистами уже для обеспечения работы электронных блоков внутри бортовой аппаратуры и так далее. Это та самая подвижка в том числе, наверное, можно сказать, технологической независимости, о которой мы говорим. Потому что когда ты пишешь софт и когда ты влияешь на работу электронных блоков, это большое дело. Подробно потом как-нибудь об этом машине вам расскажу. Нет, ну, своя прошивка, свой софт, это всегда очень хорошо. Дай бог, чтобы везде оно было... Продолжение следует...